Итак, сегодня 16 февраля, в этот день на трон восходит желтая земляная собака. А все потому, что именно сегодня по лунному и восточному календарю начинается Новый год. Снова Новый год, как замечательно. Так что россияне с удовольствием празднуют наступление Нового года трижды. Как это принято делать, с какими традициями, узнаем у нашей утренней гости Сосыгмы Бубеевой, председателя автономии Бурят в Казани. Доброе утро и с Новым годом вас! Амар Мэнде! Вот так вот. Это что-то хорошее, я так понимаю, поздравление. Спасибо, вас тоже. Давайте разбираться. Для нас, для обывателей, Новый год по восточному календарю – это только год собаки, ну или там год какого-то животного, но мы так понимаем, что это очень важный праздник для буддистов, да, и вот для этой общины. Это еще ведь Новый год и праздник весны в данном случае, правда? Совершенно верно. Именно праздник Сагалган, он и означает прихода нового, прихода весны. Ведь весной начинает все пробуждаться, пробуждаться природа, начинают появляться первые ростки жизни, да, природы. Поэтому Новый год, если по-бурятски Сагалган, Сагалхаха – это означает перешагивать время, переходить от старого к новому. Соответственно, совершенно верно. Да, вот еще я слышала, что перевод такой, что это праздник белого месяца. Да, тоже такая же версия существует, потому что Сагалган – это белый. Это традиционная основная пища бурят, да, это праздничные блюда, все из молока, да, соответственно, белая пища должна быть обязательно, поэтому белая. Ну и празднуется она месяц, поэтому идет белый месяц. Ничего себе, как у вас впереди еще какая активная жизнь предстоит вам. Мы слышали еще про огненный обряд. Обряд какой-то бывает именно в этот день или вот в течение всего месяца? В течение всего месяца, в течение всего месяца, в течение всего месяца обряда происходят. Ну, начнем с того, что вообще Сагалган – это народный праздник. Но он также является совершенно основным буддийским праздником, то есть вот как раз знаменование наступления Нового года, когда идет переход от одного знака Зодиака на другой, да. И, соответственно, перед наступлением Нового года соблюдается два основных дня. Это называется Дугжуба. Он, получается, за два дня до начала. То есть это, получается, 14 февраля был, да. Вот как раз там проводится обряд огня. А что это, да? Обряд огня, то есть это когда с утра уже священнослужители, наши ламы, да, читают молитвы, закладывают все хорошее, чтобы в этом году было у всех, значит, все хорошо, да. И потом преподносит это как обряд, то есть как дань богам, да. Соответственно, люди приходят тоже молятся. Вчера, соответственно, был бутудр. То есть если дословный перевод, это молчаливый день или день поста, когда перед основным праздником люди готовятся, молятся, очищаются. Ну а сегодня, видимо, будет разговение. Набираются сил, скажем, да. Совершенно верно. Именно сегодня основное празднование. Да, как будете праздновать? Какие планы? Сегодня я хочу всех воспользоваться моментом, пригласить всех жителей, вас в том числе. Спасибо. Татарстана к нам на праздник в Дом дружбы народов Татарстана на Павлюхе на 57 корпус один. Дом дружбы народов? Да, четвертый этаж в 6 часов вечера. А что там будет? Будет праздничный концерт и с очень приятным, скажем так, сюрпризом, как для земляков, так и для жителей Казани. Ну это интрига, наверное. Да, приезд артиста, солиста театра песен и танца «Байкал» Алдар Дашиев. Буквально несколько секунд у нас остается до конца разговора. Пожелания, вкратце, всем вашим друзьям, коллегам, близким и всем жителям планеты. Дорогие земляки, проживающие на территории Казани, дорогие жители Татарстана и гости столицы, разрешите поздравить вас с наступившим новым восточным годом, годом желтой собаки. Хочу пожелать всех земных благ вам. В первую очередь здоровья. Будет здоровье, будет все. И если говорить по-брятски, Сагалхин байерар, Саган харар, Сагальжи, Ногольжи, Баяя, Баиндеры, Баимболыжа, Ноиндеры, Ноинболыжа, Байхамны болтогой. И вам того же. Судя по улыбке, нам стало приятно. Поздравляем вас, поздравляем всех с наступлением нового года по восточному календарю.